Всем привет! Я Сережа Веретенников, бренд-амбассадор Jim Beam в России. И сегодня специально для мастерской на платформе InShaker мы поговорим о том, как использовать все свои самые сильные качества для того, чтобы произвести впечатление на наших гостей. Мир изменился, мы должны это принять. Сегодня из-за всевозможных ограничений, всевозможных страхов наши гости все чаще предпочитают домашние мероприятия, встречам в барах, за барной стойкой, со своими друзьями, шумных компаний. Сервисы доставок развиваются, машины забирают на себя лояльность наших гостей. Сейчас именно то самое время, когда мы должны сфокусировать все свои усилия на конкурентных преимуществах. Это гостеприимство, лояльность и человеческая эмпатия. И сегодня мы еще раз поговорим о том, как оправдать ожидания наших гостей от посещения бара, но не просто оправдать, а попасть им в самое сердечко. Нужно отталкиваться от того, что каждый гость еще до посещения бара формирует свои ожидания. Если я иду в именитый бар или к именитому барменеджеру, я изначально понимаю, что там будет очень хорошо. И не просто хорошо, а очень и очень вкусно. На основе своего жизненного опыта мы верим в сильные бренды. Например, открывая бутылочку Jim Beam, я заранее понимаю, что его вкус будет достаточно насыщенным, но при этом очень мягким. А каждый следующий глоток будет оправдывать мои столь высокие ожидания. В большинстве коктейльных баров коктейльные карты проработаны максимально детально и бармены уделяют должное внимание основным характеристикам своих напитков. Сочный внешний вид, мягкий запоминающийся аромат, соответствующая подача и, конечно же, насыщенный полнотелый вкус. Наши напитки заслуженно становятся нашим основным конкурентным преимуществом. Но, друзья, давайте не будем забывать, что это лишь одно из наших преимуществ, а не единственное. А особенно в разрезе того, что мы с вами знаем, что каждый гость, приходя к нам, уже ожидает, что ему будет вкусно. В это сложное время давайте усиливать впечатление наших гостей дополнительными инструментами. А для того, чтобы это сделать, нам с вами нужно предугадывать, сформулировать их ожидания от нас. Давайте возьмем два основных направления ожидания наших гостей. Это технические ожидания и так называемые ожидания взаимоотношений. Технические ожидания — это те ожидания, которые касаются продукта или пространства, в котором мы находимся. Мы, конечно, хотим, чтобы было чисто, чтобы продукты были качественные, чтобы это качество соответствовало цене, чтобы мне было ни жарко, ни холодно, чтобы я понимал музыкальный фон, который сопровождает мой вечер в этом заведении, чтобы я точно понимал, что показывают на экранах телевизоров и какие люди находятся вокруг меня. Я должен чувствовать себя в безопасности в их обществе. Вторая категория — это ожидания взаимоотношений. В первую очередь это искренность. Каждый из нас хочет, чтобы с ним были честны. Искренность, доверие, доброжелательность, предугадывание и помощь в выборе — все это мы ждем от взаимоотношений с человеком, который будет сопровождать нас этим вечером. Несмотря на то, что все мы разные и не существует скриптов одинаковых для всех, есть несколько понятных человеческих правил, которые помогут скорее расположить к себе собеседника, получить от него ту информацию, которая нам будет нужна в приготовлении для него напитков и произведение на него правильного впечатления. Чтобы проще расположить к себе гостя, нужно использовать эти четыре правила. Смотри на меня, говори со мной, улыбайся мне и благодари меня. Можно делать комплименты вашим гостям для того, чтобы быстрее расположить их в свою сторону. Чтобы эффективнее использовать эту информацию, нам нужно расставить приоритеты для гостя, понять, что для него максимально важно. Для этого проще всего попробовать предугадать, кто конкретно перед нами. Для этого мы используем информацию о классической типологии гостей. Есть четыре основных типа наших гостей. В первую очередь это обыватели. Это люди, которые прагматично выбирают для себя продукт, прагматично выбирают для себя бар, в котором проведут этот вечер. Этим людям нужна информация о конкурентных преимуществах ваших напитков, о конкурентных преимуществах ваших баров. Они делают сухой, понятный для себя выбор, в первую очередь отталкиваясь от соотношения цены и качества. Следующая категория наших гостей это мои любимые гедонисты. Это люди, которые в первую очередь ценят удовольствие. Эти люди с удовольствием слушают вас, с удовольствием разговаривают с вами. Дайте им эту возможность. Дайте им возможность рассказать, чего они хотят, а после этого приготовьте им что-нибудь уникальное. Приготовьте им коктейль от барменеджера, десерт от шеф-повара, сделайте им самый красивый коктейль или самый вкусный, самый яркий, самый мягкий. Дайте им возможность получить дополнительное впечатление. Следующая популярная каста наших гостей это интеллектуалы. Это люди, которые ценят знания и информацию. Рассказывайте им историю напитков, рассказывайте им историю коктейлей вашего бара, рассказывайте им свою автобиографию. Приготовьте для них твист на классический коктейль, но в традиционном стиле. Ну и конечно, есть те, кто просто идет в ногу со временем. Эти гости приходят в новые открывшиеся бары, они хотят новых впечатлений. Это люди, которые ценят популярные продукты. Этим людям нужен просто самый популярный бурбон во всем мире и у них все будет хорошо. И помните, эти ожидания это лишь фундамент впечатления нашего гостя. Наша с вами задача усилить это впечатление, добавить ту самую изюминку, которая станет козырем в этой игре. Это тот самый вау-эффект, та самая вишенка на торте, которая сделает этот момент незабываемым. Отталкиваясь от ожиданий ваших гостей, предугадая их, дайте гостю то, что он действительно особенно хочет. Как в нашей новинке персикового джимбима, когда яркий, мощный, насыщенный аромат вдруг не дает приторности, а становится легким сопровождением мягкого вкуса традиционного бурбона. Сделайте неожиданный и приятный реверанс в сторону вашего гостя. Это может быть любой презент, это может быть совместная фотография в аккаунте вашего бара, это может быть именной коктейль в карте вашего бара. Все, что угодно, все, что может запомниться нашему гостю. Как наш самый любимый артист, чей концерт мы ждали несколько лет, приезжает, дает сногсшибательный концерт, который полностью оправдывает все наши впечатления, но все равно для того, чтобы показать нам нашу ценность в моменте, возвращается на сцену и дает еще несколько композиций на бис, для того, чтобы по-настоящему запомниться нам. Резюмируя, давайте не будем фокусироваться на наших бесподобных напитках, на наших сверхъестественных коктейлях. Давайте попробуем тянуть за все ниточки впечатлительности наших гостей, используя весь наш инструментарий, всю палитру нашей эмпатии и давая каждому гостю что-нибудь дополнительно, особенно ценное. Пусть эти гости остаются с нами навсегда, пусть они всегда будут к нам лояльны и пусть они всегда ценят нас за эту уникальную частичку себя в каждом из них. Подписывайтесь на канал Иншейкера, ставьте лайки, учитесь новому, впечатляйтесь, вдохновляйтесь, всего вам кайфного!